Машины с электрической тягой давно перестали быть диковинкой. Электрокары стабильно оказываются лауреатами премии «Автомобиль года», а небезызвестная Тесла и вовсе стала первой машиной, отправленной в космическое пространство. В это сложно поверить, но предок электромобиля появился раньше, чем машина с двигателем внутреннего сгорания. Первая самоходная тележка с электромотором была создана еще в 1842 году. А в 1899 дворянин и инженер из Петербурга Ипполит Романов создал один из первых русских электромобилей. Свинцовый аккумулятор требовал подзарядки каждые 60 верст, а мощность составляла всего 4 лошадиные силы. И вот спустя 120 лет наши дороги готовы принять еще одну модель отечественной электрической повозки. Нет-нет, вы не ослышались, и я вовсе не имею в виду многострадальный ее мобиль. В российской компании Zeta на днях сообщили, что новый одноименный российский электромобиль появится в продаже уже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей. Но давайте с этого момента поподробнее. Zeta находится сейчас на этапе опытно-промышленного производства и будет выпускаться в трех комплектациях. Каждая из них имеет 4 посадочных места, считая водительское. Базовая комплектация будет оснащаться только передним приводом. В средней комплектации автомобиль сохранит монопривод и получит увеличенную емкость батареи. Люксовая комплектация подразумевает полноприводную версию и батарею увеличенной емкости. Гарантийный срок составит 2 года или 150 тысяч километров пробега. Производители обещают, что с новым электрокаром в прошлое уйдут и все аналоговые кнопочки и рычажки. Управление на себя возьмет планшет, интегрированный в панель, который также будет выполнять роль мультимедийной системы. Приложение, которое можно будет использовать для управления диагностикой, сейчас тоже находится в разработке. На словах с автомобилем, конечно, все хорошо. Под вопросом лишь, как всегда, остаются наши дороги. А именно, готовы ли наши города встретить массовый выпуск электромобилей? Наш автоэксперт и ведущий программы «Давин Агас» Кирилл Бревдо сомневается. Электрические автомобили в России – это пока что такая игрушка, потому что инфраструктуры у нас нет. И даже там, где ее пытаются хоть как-то насаживать, все равно дело идет очень туго. Вот, например, у нас появляются потихонечку действительно зарядные станции. И более того, на уличной дорожной сети уже оборудуют специальные покупочные места для электромобилей. Но они всегда заняты обычными машинами, а штрафа за это дело не предусмотрена. И, в общем-то, действительно, Россия – это еще и тяжелый климат для электромобилей, потому что в холод батарея теряет свой запас гораздо стремительнее, чем в теплое время. Ну и куча других ограничений, которые так или иначе связаны с эксплуатацией электрических машин в нашей стране. Что ж, как оно все будет на самом деле, мы узнаем совсем скоро. Первые тест-драйвы начнутся вместе с продажами в конце этого года. В России снова попробуют создать серийный электромобиль. Цену бюджетного электрокара, который будет выпускаться под брендом «Зетта», назвал Реа Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский. По его словам, автомобиль появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей в базовой комплектации с запасом хода 200 километров и передним приводом. Сейчас подготовка к производству завершена на 70%. До конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. Все валидационные испытания автомобиля уже прошел, цитирует Щуровского агентства. В компании «Зетта» сообщили, что по количеству деталей машина на 99% российская. Лишь батарея импортируется из Китая, однако ее стоимость настолько высока, что составляет порядка 50% цены всего автомобиля. О перспективах создать первый российский серийный электромобиль со второй попытки после провала ее мобиля рассуждает ведущий телеканал «Автоплюс» Павел Федоров. В данном случае можно пока только представлять на основе концепта, который они раньше представляли. Это некий очень компактный автомобиль. Ну, если в простонародье можно сравнивать такой, с автомобилем «Смарт», он из пластика. Дизайн специфический, такой отчасти биодизайн. И вот его компактность, то есть посадочная формула 1 плюс 1, она, в общем-то, все объясняет. Это машина чисто для перевозки себя, может быть, второго пассажира и какой-нибудь поклажет. То есть что-то одно. При этом, конечно, впечатлилась заявленная энерговооруженностью запас хода от 200 до 500 километров. Это удивило, потому что, напомню, что батарея – это самая дорогая часть любого электромобиля. И запасы в 500 километров заявляют мировые крупные производители, ведущие на очень недешевых электрокарах. И понятное дело, что там большой мощности батареи, она сама по себе физически большая. Как унестить в компактной машине такую батарею – это вопрос. Второй вопрос, конечно, цены. Она очень удивляет. Я сразу вспомнил стоимости мобилей, которые нам тоже обещали. Сначала 320, потом 400 с чем-то рублей. А в итоге проект вообще не состоялся. Так что пока что очень много «но». Ждем премьеры, посмотрим. Павел Федоров. По прогнозам Мещуровского, сегмент компактных электромобилей, на который выходит «Зетта», может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Целевую аудиторию проекта оценивает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. С одной стороны, такой автомобиль вполне достаточен для города. Это явно не машина, на которую можно поехать из Москвы в Петербург с комфортом. И, в общем-то, почему бы и нет. С другой стороны, человек, который в принципе не готов к автомобилю по деньгам, ему и этот электромобиль будет дорог. А люди, у которых есть деньги на машину, я думаю, что в такой электромобиль смешной, так скажем, не очень-то захотят и садиться, чисто психологически. Хотя, поскольку она рождается уже, так сказать, выходит в активное пользование дорогими товарами нового поколения, молодые люди, у которых парадигма потребления товаров немножко другая, она изменилась, вполне возможно, что вот этот молодой офисный планктон, который более-менее зарабатывает, и для которого автомобиль не является каким-то определяющим социальным таким маркером, то вполне возможно, что они наряду со своими велосипедами, сегвеями и электросамокатами захотят воспользоваться и таким электромобилем. Максим Кадаков. У стартапа «Зетта» собственная производственная площадка в центре Тольятти. Как сообщил гендиректор компании, проект привлек частные инвестиции на сумму порядка 450 миллионов рублей. И сегодня у нас на повестке города будущего. Согласно данным переписи населения, в городах России проживает в три раза больше людей, чем в сельской местности. И я вам скажу, что по мере развития технологий эта цифра будет только расти. Так что давайте немного порассуждаем, как изменится облик наших городов в ближайшие десятилетия. Итак, в 30-м году дети, родившиеся сегодня, только-только пойдут в средние классы. И вполне возможно, что родители смогут возить их на уроки на беспилотном такси. Дети, которые пойдут в школу в этом году, в 30-м уже станут студентами и будут осваивать ховеры. Индивидуальные пассажирские дроны способны летать на расстояние до 300 километров. Футурологи, урбанисты и просто разработчики в один голос говорят, что вопрос нарастающего количества транспорта уже сейчас является одним из главных для современных городов. Пробки, невозможность дальнейшего расширения дорог, ухудшение экологии – все эти явления требуют кардинальных мер. Две главные цели автомобилестроения – это летающие машины и полностью беспилотные автомобили могут стать массовым явлением в ближайшие 10 лет. Очевидно, что это потребует также полной перестройки городской дорожной инфраструктуры и создания более совершенной навигационной системы. При полностью беспилотном транспорте на дорогах станет на порядок больше машин. Однако пробок станет меньше, рассуждают футуристы. Автомобильные аварии уйдут в прошлое, так как транспортные средства будут взаимодействовать между собой, определяя расстояние до других машин, скорость движения и возможные маневры. Помогать им в этом будут умные дороги, оснащенные системами динамической навигации и регулирования движения. Все это приведет к принципиально новой планировке улиц и дорог. Например, отпадет необходимость парковок в центре города. Посчитано, что при использовании автопилотов за один час по одной полосе на скорости 120 км в час может проехать 12 тысяч автомобилей, а при управлении людьми только 2-3 тысячи. Когда количество беспилотных автомобилей превысит число обычных, светофоры и дорожные знаки, созданные для людей, исчезнут, поскольку в них не нуждаются роботы-сенсоры. Голосовое управление, биометрия, программирование движения, а также общение через интернет станут привычными опциями для пассажиров. Самое интересное, что прообраз таких систем уже разработан. Например, компания Bosch на одной из своих прошедших выставок уже представила свои Smart City решения, среди которых есть умные парковки. Автомобили смогут находить место в гараже и парковаться полностью без участия водителя. Человек просто оставляет машину на въезде в парковочное пространство и отправляет соответствующую команду со смартфона. Машина самостоятельно находит свободное место и паркуется. С вами был Александр Тагиров и до встречи в нашем высокотехнологичном будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok